Ребята, всем привет! Мы сегодня с Коляном и с Саней отправляемся искать находки. Отправляемся искать находки. Давно меня Коля звал на это свое мероприятие, но я что-то как-то не решался. Сейчас в межсезонье, есть время, надо сходить. Я вообще в этой теме не шарю, так что буду задавать глупенькие вопросики. А если мы мину найдем? Находил ты мину? Которая не противопихотная, а которая с миномета стреляет. Ну я такие вещи выкидываю сразу. Так надо, надо вызывать милицию, нет? Если мину находишь. Мы один раз вызывали, целый день ждали их, они не приехали и обратно закопали. Я пойду немножко там погуляю, буду звать если же. Давай. Да ты типа уже что-то нашел сразу. Это я, короче, в таких местах мы находимся, где фольварк стоял. Я в таких местах копаю, ну все сигналы. Вот этот сигнал похож на типа как алюминиевой проволочки. Сигнал или? Ну алюминий именно. Чего, мы же определяем или медь, или алюминий там. Либо золото, либо платина. Вот, алюминиевый взбоночек. Кусок взбоночка. Закапываем яму. Короче, у нас, не говорю у нас, у Колина, Саня, есть карты старые. Они купили в приложении какое-то. Как приложение называется? Не помню, Сергей. Короче, не помню, называется. Какое-то приложение и там старые карты. И вот здесь где-то в этом районе был старый фольварок. Фольварок это типа гостиница. Узкая колейка здесь была. И на узкой колейке стоял фольварок. Есть шанс найти подкову. Подкову. Топоры я очень люблю собирать. Да. Колян собирает топоры. Он чисто за топорами ездит. Дореволюционные. Дореволюционные топоры. Такое ощущение, знаешь, хочется ружье в руки взять. В этом деле, как я понял, надо быть первым. Потому что если кто-то походил, хрен что найдешь. Тут меньше шансов. Не, ну да. Тут как... Не, ну все равно как с грибами. Вроде люди походили, а все равно грибы находишь. Да, но... На не копанное место приезжаешь, поверь мне это. Ну это понятно, да. Кусочек... Кусочек чего-то. Клатунки. А, это какая-то трубочка. Да. Ну вот смотри. Монета дает стабильный сигнал. Ну, тяжело перепутить ее с чем-то, ну по аппарату. А вот это давало такой плавающий. То есть видишь, тут в этой трубочке еще есть отверстие. Ну то есть она разрезанная. Что, нашел как-то в поле колесо, наверное от первого трактора, блин. Мы его не смогли выкопать, оно очень большое. Ну заднее колесо, по-моему. Ну даже если бы выкопали, то в машину бы оно не было. Ну можно было сдать ходить на него. Покажи какая у тебя пряка. Прямо непростая. Модная. Какой он модный, еще кокарда. Раньше мы с Коляном на рыбалку ездили, а сейчас его кинуло в кладоискательство. Я на рыбалке был за 19-й год два раза. Так что рыбаки не покупайте себе аппарат. Какой, типа старый. С железной дороги? А, нет. Нет, это где-то из... А, это, гвоздь. Ну я вот гвоздь тоже собираю, кстати. Давай я вот вижу. Я в гараже на стенку вешаю всякие подковы там. А ты их обрабатываешь, эти гвоздь? Ну да, более-менее очищу. Мы когда начинали копать только... Заехали на классное место. Там первую мировую немцы стояли. Ну и нашли, ну, какая-то пичка железная. Ай, и выкинули, да? Ага. Потом туда-сюда давай читать, а это ножны от штык нажали. Ахахаха. Ну, было 50. Поехали искать обратно и не начинали. Ну я копнул, посмотри, что за черный здесь. Советский или не советский. Походу мы нашли его. Ахахаха. Ахахаха. С какой стороны справа? Слева. Вот. Да. Ну че-то она... Какая-то старая железяка. Ну тут, когда посадку садили, они шпугом этим ходили. Они могли тут все что угодно на тот свет загнать. Да. Но и могли разворошить, как бы, чтобы... Ахахаха. Ну разворошить это будет вот здесь тогда находиться. Ага. Да что ж так? Ты за день накопаешься нормально, да? По войне очень сильно стоишь. Там такие вот целые... Ну там такие большие ямы. Я беру, если железо и беру, то... Ну... Килограмм пятьдесят, чтобы не было. А при чем железо? Тридцать копеек. Медь. Это десять килограмм три рубля. Да. Медь... Девять рублей. Получается. Килограмм. Ну мы в прошлый раз накопали монет. Двадцать. Килограмм три мега. Ну то есть соляру отбиваешь каждый раз. Я пару недель назад нашел наконец-то немецкую каску. Короче. Со второй мировой. Блин, ну они что-то там стоят, да? Каски. Ну да. Ну супер состояние. Но я не буду продавать, буду восстанавливать. Будешь... Накупишь себе мотоцикл и будешь ездить? Не. У меня из них не нужен мотоцикл. Ну в джипе-то, да. Просто будет в коллекции много с вами. Что-то здоровое оно. Что-то здоровое, непонятно. Ресора какая-то. Не, ну что-то. Не. Что-то типа... Чугунка какого-то. Да. Чугунка. Короче. Эльзы тут. Охотничьи? Наверное остатки, да? Ну там ее остатками затломали. Вдруг в чугунке золотые монеты были. О, еще. Ну я, Саша, посмотрите какого плана здесь мусор. Ну не каска. Ну почти. Я просто посмотрите. Если бы здесь были какие-то изделия древние, то уже можно досконально здесь ходить. Серёж, знаешь что самое главное? Что самое главное? Не вешать нос. Гардемарин. Раннее советское. Раннее. Ну-ну-ну, такая интересная. Это из кирпича, то есть где-то мы рядышком. Какая-то железяка. Там есть? Тут же мощно. Угу. Я гильзу вижу аппаратом, но, говоришь, некоторые советские монеты подходят под гильзы. Ты прям разбираешься, короче, уже. А давно ты уже этой фигней страдаешь? Ну где-то год. Вот тоже на гильзу. Не, мне кажется, у тебя раньше было это самое. Ну, у меня был левый, я с ним мучился где-то год. Аське, это самый... Сапоги супер вещь. Мне на ход уберться не подходят, потому что надо иногда в воду зайти. С ржавчиной падла. Она вот так вот убила мне. С черными. А что она ржавчина? Она даже еще с порохом. Смотри. Да ладно. Прикольно. Выступил. И будет гореть, кстати. Да? Ну так, знаешь, еле-еле. Прикольно. Так это, скорее всего, это значит не гильза, а патрон. Там и пуля где-то должна быть. Поэтому она же свинцовая пуля. Ой, с этим, с остальным сердечником. Перестреливались, короче. Партизаны с немцами, с полициями. Это же могло быть до войны. Не обязательно. У всех же тогда были мосинки. Ну где-то? А нет. Вот тут все приближит. О, монета первая. Да. Вот, видишь, било как гильзы. А это Польша идет. Сейчас скажу. Это поляк. 31, 1931 грошь. Два гроши. но я думаю что по польской по находке народ часто попадается мы же раньше под польшей были меня бабушка даже в польской в польской школе училась вот если войну было расколбашено какое-нибудь здание допустим то на этом месте находишь царские и польские одинаково а если и после войны стояла то есть и советские вот три эпохи а вон как кто-то рвался весь не старая вон 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 видишь вон вон камеру здесь покопано пломба да у фонба там что-то написано может посмотреть но это не монеты это большое что-то больше чем монеты а это пробочка наша любимая ооо это что-то под дубом лесничок какой-то где-то гильзочка где ты наша вот она здесь цикровище не понял вот она лежит монетка 5 гроши на они копейки 68 год купишь себе этот в автомате газиров о двоечка все что пацаны не забирают я собираю себе кольцо гильзы тоже собирает сдавать ай не берут не берут это написано но это другая какая-то не такая-то не еще нашел так состояние более-менее меняя на советские 33 копейки нормально вот как бы тут загрязнен а как стабильный сигнал да вон вот чё и хорошо аппараты нормальные они среди мусора отделяют монеты даже можно прочитать все конечно ее почистить она будет читаться полностью трех метрах от той ну да ты тут ходил зелененькая такая рядышком 2 монетка такая же самое да саня какие прогнозы что начал звук похож как в марио до знаменитая консервная банка это вообще двадцатый калибр какой-то двадцать восьмой похоже на гладкоствольную железную со сбруи или опять это как называется штука не споры шпора на сапоге а это короче крепление для ноги ну это можно повесить попугая стреля вот так в общем переехали мы на уже третье место как получилось был фольварок старый мы переехали там недалеко метров 500 было лесничество приезжаем я короче начинать снимать классные находки а камеры то нету короче потерял камеру там где-то и потеряли полтора часа да пацаны остались искать а я пошел короче искать камеру но ее не нашел мы потом приехали и уже потом только нашли с того времени там где лесничество было ничего не нашли интересного 2 монеты совет советов да одну грошу одну совет а здесь на самой самой ранней карте где-то была корчма корчма это типа трактир короче баруха когда-то когда-то здесь была железная дорога там была станция уже давно тут и не а короче дожили короче тут много чего было интересного до что нибудь найти пуля пуля пулю я себе оставлю оставлю хоть что-то понимаешь она допустим если тебе попадет и в кость не заденет она она просто прошьет но особо она большого урона не нанесет она и как бы и кость если просто раздробит это если уже свинцовая пуля она начинает деформироваться при попадании большие разрушения наносит знаешь почему на войне используют полнооболочные пули которые не деформируются потому что они вот если допустим такая пуля попадет она тебя ранит если полно полнооболочная попадет она тебя убьет раненый солдату у врага он больше хлопот приносит чем мертвый кирпич нашел походу где-то тут походу где-то тут был хутор по карте был хутор и и вон кирпич и вон куски ложка советская ложка такая же как то похоже так да алюминиевая его промахнул шел а вот я ж говорю я всегда приезжаю с топорами ха 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 всегда приезжаю но это советский пойдет че слой советский ранний черный проверим черный ворон черный ворон это же это же знаменитая пивная пробка знаменитая пивная пробка что-то там нарисовано написано какая только польза штука читаем да это помнится читаем выкидем бомба о это что-то прикольное мотыга какая-то а какая-то мотыга не-не это ну какое-то орудие работает да или что что за непонятное я не пойму ну здесь деревяшка была правильно ну да ручка деревяшка и кольцо а это спанки какие-то там наверно с печи доставали что-то такое скорее всего а ножка идет рогалик хер там уже от прицепа коня прицепное на коня ха 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 которая дает к beth а тут ни одной монету не нашли да как ни одной монета некая желтая советская пятак но 30 блин, не вижу сегодня. Смотри, тридцать седьмой или какой? тридцать второй. Тридцать второй. Вот такая. Тридцать второй, пять копеек. О, смотри, лосиная шерсть, видишь? Ну это не слишком видно старый хутор тут. Ты сейчас видел, что тридцать второй год, тридцать седьмой. Что? Кольцо? Кольцо. Христианское. Христианское, мужское. Медное типа? Нет. Но золота не хватало, мы с медью делали. Ну это типа обручальное, да? Да. Прикольно. Палец нормальный такой у этого пассажира был. Как у меня большой, так у него обезымянный. Может это тетя была? Может и тетя. Ну иди, смотри у меня. Ну с нормальной лапой была тетя эта, могу сказать. Покажи мне. Не, ладно. Не, ладно. Лазерный. Колян. А? Ну видишь какой-то кусок бетона. Чи? Ты нашел что-нибудь интересное? Звучок, блядь. Пионера. Готов, да. Ну раненый наверно, видишь, старый, написано, будь готов, всегда готов, так, ну вот, что мы нашли, Железяки, топор, всякие прицепные на коня, вот это вот интересная штука, латунная, это в лесничестве, где было лесничество, пацаны нашли, пока я камеру искал, мне кажется, это с помпы какой-то водяной, на самом деле хрен его знает, так, вон монеты, советские все в основном, две польские, кольцо, вот это оказалось не, мы думали это что? Это пломба думала. А, да, думали это пломба, на самом деле это павловская монета расклепанная. Здесь видно 1790 какой-то год. Да, да, 1700 какой-то год. Две копейки, вон, видно, две копейки. Кто-то поиздевался. Ну, кто-то в советские времена что-то с ней хотел сделать. Короче, ниже среднего. Обычно больше? Конечно. Получается. Обычно Коля 4 топора находит. 100 топора и 20 монет. 20 монет. Как всегда хочешь, чтобы в ролике было лучше, но получилось. Блин, ну такая вот охота. Короче, ну не знаю, кому что, кому как понравилось, пишите, если будет какой-то ажиотаж или интересно. Может, еще раз езжу с пацанами. По войне. По войне, да. Интересно. По первой. Да, ну, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в Угоде.